Здравствуйте! Вы на канале Самый Лучший День. Зовут меня Надежда Смирнова. И сегодня я наконец-то закончила монтировать видео, продолжение к видео Хочу ракарий из хвойных растений. В этом видео я собрала фрагменты маленьких видео, склеила фрагменты маленьких видео, которые показывают постепенно, как формируется вот этот ракарий. Поэтапно, показаны все этапы. Когда вы будете выбирать растения для своего ракария, пожалуйста, посмотрите в интернете или в какой-то литературе, какие ваши растения будут во взрослом состоянии, потому что это очень важно. И еще посмотрите, подумайте, будете ли вы обрезать эти растения, формировать из них бонсай, либо они будут в диком состоянии у вас расти. Потому что если в диком состоянии, значит, расстояние между растениями должно быть намного больше. Если вы будете их обрезать, значит, расстояние делаем меньше. Вот. И еще, что очень важно, впереди вы садите низкорослые растения, сзади вы садите более высокорослые растения. Ну что ж, смотрите, обсуждайте, пишите мне в комментариях, что получилось. Мне будет очень интересно. И еще хочу попросить прощения за качество видео, потому что я снимала поздно вечером, потому что только вечером я могу организовать эту клумбу, а днем я нахожусь на работе, поэтому то темно, то светло, как уж получалось, так и снимала. Но я так думаю, что если кто-то что-то хочет рассмотреть, то все равно там увидеть можно. Поэтому еще раз заранее простите. Ну и вот здесь вот мы делаем ракарий. Ракарий. Пока еще здесь нету отсыпки, пока мы только посадили хвойники. Тот же самый велосипед, который вы видели у меня, тоже он у Оли. У Оли здесь посажены сурфини, поэтому корзинки более богато смотрятся. Ну и вообще этот велосипед, конечно, очень-очень интересен. Вот. Дальше тут же посажены тоже хвойники. Вот. Пока мы не убираем плодовые деревья, они все будут перенесены в другую зону. И пока, значит, осень не наступила, пока еще листва зеленые, поэтому они порастут тут. Еще я вам расскажу, какие я сюда посадила растения. Это можжевельник хьюз. Это плоская елочка. Это кипарисовик плюмоза. Это туйка рейнголд. Это кипарисовик лаусона. Так, туйя, скорее всего, смарахт или колумна. Что-то из этих туй, что точно я определить не могу. Ейхера. Можжевельник селющийся вилтони. И можжевельник вариигата. Можжевельник казацкий вариигата. Вот. Ну что ж, смотрите мои видео дальше. Чем больше тропок в саду, тем интереснее гулять по саду. И оформляя эту клумбу, у меня пришло желание создать вот такую интересную тропку от отмостки до начала огорода. Потому что в огороде нужно будет бегать за вкусной травичкой и яркими красными помидорами. Для того, чтобы не ошибиться с тропкой, сначала я ее выложила вот такими вот камешками. Извилистая тропка создает впечатление, что мы гуляем по огромной-огромной территории. Ну что ж, дальше. Следующее действие, которое мы делаем на нашем ракарье, это снятие грунта. Я наметила лопатой координаты нашего грунта, вот чуть-чуть там обкопала. И ребята сейчас сняли вот этот грунт и вывезли. Вот. Теперь у нас вот дорожка видна, где будет дорожка, и вот здесь, где будет наш ракарий. Садим в спонгон. Вот такой черный плотный спонгон. Получается, растягиваем его по ширине всей клумбы и будем прорезать. В серединке прорезать. Покажу потом, что получилось. Так, очень важно учесть при прокладке спонгонда, чтобы краешек, вот смотрите, краешек газона был немножко выше, чем то место, где мы выбрали газон. Потому что газон уложится, потом отсыпятся камешки, и когда будет газонокосилка, то есть можно сюда будет заезжать, и камешки не будут мешать для кошения газона, газонокосилкой вокруг нашего ракария. Поэтому это очень важная часть. Обязательно их учтите. Ну вот, теперь клумба укрыта спонгондом и сделана отсыпка. Я предложила Оле еще для декорации поставить вот такие вот камешки, но Оле камешки не нравятся. И она сказала, что клумба лучше смотрится просто отсыпкой без камней. Мне как-то так скучновато. А вам? Напишите в комментариях. А вот здесь, видите, у нас получилась такая травяная дорожка. Вот посмотрите дальше, что мы придумаем. Сначала я ограничила, просто наметила эту дорожку, а потом я покажу, что же будет дальше. Так, кто зашел на видео сейчас, вот деревце растет, мы его потом уберем. Я говорила в предыдущем видео об этом деревце. Ну вот, и сейчас я показываю окончание работы. Еще, правда, не окончание, но так как я уеду в отпуск, и оканчивать мы эту клумбу уже будем, скорее всего, в октябре, поэтому уже будет не так ярко и красиво, поэтому я решила дозаписать сейчас. То есть все будет и так понятно. Сейчас мы на тропинку, там, где я формировала тропинку из камешков, мы съездили на специальный магазин камней, купили плоские камни, и вот уже один камешек вкопали в землю. Вот смотрите, он вкопан глубоко, вот настолько глубоко, что если будет ехать газонокосилка, то есть между камнями можно вот так вот будет проезжать на газонокосилке. И газонокосилка, вот этот камешек, она не затронет. То есть вот эту траву, которая между камней, можно будет скашивать на газонокосилке. Этот камень мы просто еще положили пока сверху, и потом придет Сергей, его вкопает вглубь по уровню газона. Вот камней не хватило, но все равно уже видна дорожка через наш ракарий. И вот получается уже такая красота сформировалась. Плюс еще я вам говорила, что Оле не понравились вот такие вот камешки. Вот не понравилось, когда лежат вот такие вот камешки. Вот видите, вот так вот камешками обложено. Значит, мы съездили в том же магазине, где мы покупали плоские камни. Там различных-различных много камней. Это в Минске на Селицкого 11. Много различных-различных камней для декорации. И мы купили вот такие маленькие камешки для отсыпки. Они по 50 копеек. Это 50 копеек, это на русские 25 центов. Вот по 50 копеек его так отсыпали. Так, наверное, интереснее. Так Оле больше понравилось. Видите, не такими круглыми валунами, а вот такими интересными плоскими камешками. Вот такая вот получилась клумба. Вот я медленно пройду. Вот эти вот камешки, деревца мы уберем, потом будут полностью высланы. Вот камешков нам не хватило. Видите, полностью высланы до входа на огород. Вот так. И давайте я еще с этой стороны тоже покажу эту клумбочку. Вот так вот велосипед. Вот здесь мы заменим вот эти камешки сегодня тоже. Оля покреативит. Я ее научила, показала как. И она сама тоже делает отсыпку вот эту из камешков. Ей это очень нравится. Ну вот так. И вот гехерку она еще одну не отсыпала. И теперь я отойду в сторонку. И еще покажу с далека, издалека. Вот так. Ну вот такой получился ракарий. Красиво, правда? Ну что ж, пишите свои отзывы о таком ракарии. Пишите пожелания, что бы вы хотели еще увидеть. Ну, а я буду стараться вам все показать. Подписывайтесь на мой канал. Желаю всем удачи. Желаю бодрости духа, веселья. И всего вам хорошего. Будьте вместе со мной. Будьте вместе со мной.